Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня у нас четверг. Время в Чикаго 11 часов утра на восточном побережье 12 часов дня, на западном Сан-Франциско, Лос-Анджелес это только 9 часов утра, ну а в Москве 7 часов вечера, правильно? 7 часов вечера, ну и у нас, как всегда, по четвергам женская гостиная и ее хозяйка Анастасия Кручинская и, как всегда, ее гость, которую она представит сама. Поэтому я рад приветствовать вас, девушки, в эфире. Настя, тебе слово, да. И начинаем нашу программу. Да, здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, в эфире женская гостиная и с вами я, ее ведущая Анастасия Кручинская. У меня сегодня замечательная, потрясающая, прекрасная гостья из Франции Евгения Федяева. Женя живет во Франции в городе Лион, она ведический астролог и специалист, не только астролог, она еще и специализируется в области аюрведы и альтернативной психологии. Она философ, историк, преподаватель психологии йоги и медитации, а также специалист в области здорового питания и сыроедения. И еще она еще профессиональный повар и ресторатор. Мы уже однажды беседовали с Евгением в нашей программе, и сегодня я решила пригласить ее еще раз, потому что сегодня День знаний, во-первых, 1 сентября. Всех поздравляю, те, кто, особенно в России, у нас в Америке уже дети пошли в школу, большинство из них и в институты, да, в России сегодня первый школьный день, и все-таки мы, поскольку все родом из России, да, из Советского Союза кто-то, да, из наших слушателей, то, в общем, для нас все равно 1 сентября имеет такое сакральное значение. Начинается новый учебный год, и сегодня мне хотелось бы, чтобы Женя с нами поделилась своим знанием очень полезным, потому что сейчас осень наступает, очень важно соблюсти некие правила по питанию, правильно перейти вот в этот период, который будет охлаждение погоды, да, изменение уже нашей окружающей среды, потому что и природа готовится к осени, поэтому очень важно, чтобы человек готовился к осени, и тема нашей программы сегодня живое питание. Я думаю, что она, может быть, будет гораздо шире, потому что если мы с Женей, сколько мы успеем за наш час о чем поговорить, но, тем не менее, как бы вот первый тезис, который мы обозначим, это живое питание. Женечка, привет! Я хотел бы, чтобы ты пару слов буквально еще о себе добавила, хотя я думаю, что наши радиослушатели тебя помнят и знают, и были очень многие рады, я получила огромное количество комментариев, когда сделала репост о нашей программе, все просто прямо говорили, о, как здорово, мы давно ждали Евгению, да, вот так что я тебе придаю привет от поклонников. Спасибо! Настя, да ты все очень здорово сказала, вот, я нового много о себе узнала. Ну, что сказать, ну, в данный момент я сейчас очень много занимаюсь питанием, потому что работаю в основном с франкоязычной публикой, стараюсь больше работать с французами, вот, многие люди еще к, как бы, к очищению напрямую сознания не готовы, и, как бы, путь к сердцу французов лежит через животных, поэтому я очень-очень много сейчас посвящаю, вот, именно времени, питанию, психологии питания, адаптированное питание к разным конституциям, к состоянию сознания и так далее, и так далее, поэтому наша сегодняшняя тема, вот, действительно такая, такая вот тема, которую сейчас исследуем, на которой работаю, там, консультирую очень много, и проект сейчас запускаю такой, очень такой глобальный на французском языке. Ну, то есть оно для тебя, как и живое питание, оно для тебя очень живая эта тема, поэтому, в общем, ну, давай начнем уже разговор, и, как бы, я не знаю, готовы ли ты ответить на мой вопрос, что же все-таки такое живое питание, да, чтобы мы будем считать, что наши радиослушатели не все знают, да, про это, и поэтому, наверное, имеет смысл пару слов этому вопросу уделить. Ну, я постараюсь максимально глобально ответить на этот вопрос на разных уровнях, но прежде всего живое питание, как мы его, вот, понимаем в нашем обиходе, это питание, которое непосредственно очень близко к природе. Вот ты сорвал яблоко, его съел, вот это есть живое питание, вот. Потом есть такие, такая градация живых питаний, питание, которое с низкой термической обработкой, там, от 42 до 54 градусов, ну, в зависимости от качества продукта, происхождения, то есть питание, которое содержит максимально биологически активных веществ, витаминов, минералов и так далее, и плюс сохраняет тензимы, то есть те вещества, которые способствуют непосредственному состоянию еды. Вот. Вот это вот живое питание. Также я считаю, вот для меня живое питание, оно еще и живое в смысле того, что оно меняется вместе с интуицией человека, оно живое, то есть оно постоянно меняется, оно постоянно адаптируется, оно постоянно, оно живое, вот. Когда оно непосредственно связано с состоянием сознания, с ритмом человека, оно меняется вместе с человеком, вот оно тогда живое. Когда оно не догматическое, а живое, вот я так его понимаю. Ну, то есть когда человек не только следует, да, рекомендациям профессионалов, рекомендациям специалистов, но он еще и ориентируется на свои внутренние потребности. А скажи, как ты считаешь, вот я знаю, что у тебя достаточно глубокий и давний опыт сыроедения, а помогает ли этот способ питания развить свою интуицию, и помогает ли он услышать себя, вот именно как в том плане, что вот мы знаем, чего мы хотим и что мы хотим съесть? Вообще, в принципе, конечно, на самом деле, очень часто мы много внимания уделяем еде, да, но, может быть, не всегда должное внимание, и, пожалуй, это самое частое, что мы делаем, это самое большое удовольствие, которое человек, самое доступное удовольствие, которое человек может получить через питание, да, потому что, в принципе, даже очень многие пищевые нарушения, они связаны с тем, что человек просто заедает какие-то свои внутренние проблемы тем, что что-то хочется, ну, просто ест, потому что он от этого получает удовольствие, гормон, счастье. И помогает ли вот сыроедение и живое питание развить интуицию для того, чтобы себя начать слышать вообще, насколько это реально? Ну, конечно, да, непосредственно, потому что, ну, через питание мы получаем не только грубую, да, энергию, то есть обогащаем веществами наш организм, но и тонкую, да, и вот информация от еды, она идет непосредственно в подсознание, и очищая организм посредством сыроедения, потому что сыроедение, оно очищает организм, мы очищаем также сознание, вот, но если мы не исследуем догматическим, знаете, принципам живой кухни, да, вот мы готовим так-то, соеда, сарай и так далее, если даже организм не принимать, все равно мы едим это сыроедение и так далее, я не о таком сыроедении говорю, вот, но теоретически, если человек перейдет, например, даже практически на 2-3 месяца в течение лет на сыроедение будет пить зеленые коктейли, будет кушать салаты, будет пить вежливочный сок, и, конечно, очиститься на всех уровнях. И если еще он параллельно будет заниматься течением сознания, не только посредством питания, но и посредством работы непосредственно психологической, с подсознательными программами, травмами, действия и так далее, конечно, безусловно. Самое главное, что я на своем опыте поняла, что через сыроедение, посредством сыроедения, действительно нужно прийти к настоящей интуиции тела, вот быть вместе со своим телом и чувствовать, что вот ему сейчас в данный момент нужно. Вот это настоящая терапия, вот живая вот такая вот терапия, когда ты просто чувствуешь и знаешь, что телу нужно сейчас это. Телу сейчас не нужен свежий выжатый сок, а телу нужен сейчас блинчик с картошкой, и это будет самая лучшая терапия. Ну да, главное, чтобы этих блинчиков не было 10 штук, да, с одной стороны, с другой. Мы не думали, что мы этого хотим. А скажи, пожалуйста, ну вот сейчас осень начинается, сегодня 1 сентября уже все, насколько, какое живое питание подходит для осени? Какие есть рекомендации вот именно для этого периода? Конечно, у нас здесь вот в Калифорнии, даже в Чикаго, где находится хедоофис нашей радиостанции, возможно, и у вас еще. Мы не ощущаем прихода осени, хотя я знаю, что в Москве уже реально похолодало, вот, и тем не менее, то есть вот уже, уже же не хочется, уже же хочется тепленького чего-нибудь. Вообще вот даже интуитивно просто хочется чашку горячего чая там выпить, да, что-то такое. Какие есть рекомендации? Потому что я тебя очень хорошо услышала, мне очень нравится твоя позиция, что нет такой, ну, то есть это не панацея, есть только сыроедческую еду, и я сама, как человек, тоже практикующий аэроведу, понимаю, что она, сыроедение не всем и не всегда подходит, да, то есть есть и проблемы, и есть конституции, которым нужна все-таки приготовленная пища, так или иначе. И что для осени, что нам хорошо сейчас? Ну, опять же, зависит от конституции, да, вот я, например, резко выраженная пита-конституция, меня наваренное сильное не тянет, и зимой тоже не очень тянет, да, это опять же зависит от состояния сознания, если там стрессовая ситуация, если требует много энергии, да, тогда я ем более тяжелую пищу. Вот, тоже зависит от конституции. Но вообще, в принципе, если чувствуется охлаждение, вот именно тяга чего-то такого более тяжелого, более такого вот в вкусовом смысле насыщенного, да, то можно перейти на паровую еду, да, в пароварке приготовленную, тоже, опять же, не слишком, чтобы вот такая вот прям уже мягкая, да, была овощи там и так далее. Вот, можно также крупы не очень тяжелые, такие нуа, гречка, вот что-то такое, но опять же, там, вечером, опять же, можно сделать тот же самый сырьический суп, но только немного его подогреть. Или делать на основе теплой воды, там, 40-50 градусов, если мы сделаем суп, там, в блендере и овощной, там, и с томатом, можно туда репу добавить, редьку, там, я не знаю, какую-то зелень, морковь тоже самую, просто добавить, сделать на основе теплой воды, и тогда уже вот это вот будет удовлетворение внутреннего организма, чтобы это было тепло. На самом деле, все было живое, можно сделать так. Опять же, осенью, особенно сентябрь-октябрь, это тоже очень хороший период, даже в аюрведе, для очищения организма. Очищение организма уже немного по-другому. Не свежевежитыми соками, может быть, может быть, не голоданием, да, в зависимости от конституции, а может быть, какими-то монодиетами, да, если человек не успел, или у него не было желания, или он не получил информацию о том, что летом нужно очиститься, или он не хотел, потому что наслаждался отпуском, вот, можно этим заняться и сентябрь-октябрь. Монодиета есть, рисовая диета, потрясающая макробиотическая, которая, ну, просто, очищает организм очень глубоко, это очень подходит вата конституции, да, вот, какая-то монодиета тоже очень хорошо подходит. Вот, я бы так... Ну, допустим, если мы говорим вата, понятно, да, вата рисовая диета, она приземляет, и тем более, что осень, в общем, считается вата временем, да, поэтому, в общем, вату хорошо, а если ты капха, например, если у тебя лишний вес, то, в общем, рисовая монодиета, она не очень будет хорошо. Да, да, безусловно, ну, кафам прежде всего нужно в спортзал идти, это точно, потому что у кафы проблема, низкий огонь пищеварения, если ты знаешь, и это очень хорошо стимулируется в спортивном зале, беговые какие-то тренировки, вот, может быть, это динамическая йога и так далее, вот, то есть мы восстанавливаем огонь пищеварения посредственно физической деятельности, вот, и тогда кушать меньше хочется, для кафы очень хорошо подходит гречка, вот, она может зеленая, можно хлебцы из гречки делать и так далее, вот, просто, просто полегче, да, для кафы, может быть, усилить как-то специями, но в основном, как я рекомендую кафам, физическая деятельность, если это кафа пита, то в принципе полусыроедение подходит. То есть оно и для осени тоже подходит, да? Ну, такое сыроедение, как бы я сказала, сыроедение процентов на 70, когда уже мы на пару готовим еду, да, когда мы уже добавляем, может быть, какие-то приваренные там каши, не очень плотные, да, что-то такое, опять же, по желанию, вот, если мы вот встаем на этот путь, знаешь, чистого питания, гигиены тела, интуиции организма, то мы действительно уже приближаемся к тому, к естественным потребностям организма, главное, чтобы было все гипно и не дагматично. Скажи, давай поговорим, обозначим противопоказания, кому не подходит сразу, вот есть же такие люди, наверняка есть такие, я вот один раз сталкивалась с женщиной, которая очень практиковала очищение по Марве Агаян, а потом у нее начались проблемы со здоровьем, и в принципе, то есть я как раз ей посоветовала, как одна из рекомендаций была, ввести какое-то вареное питание, и ей сразу стало лучше, чем она жила в земле, да, очень было холодно там. Ну, смотрите, вата конституции, ну, напомним нашим слушателям, что это конституция та, у которой очень пищеварение зависит от чьих эмоционального состояния, оно идет от диареи к запорам очень быстро, это такая суховатая конституция, вот, ну, так, несбалансированное желание еды, либо очень сильно хочется, либо нету, нету вот аппетита, что-то такое, это, ну, очень худощавое телосложение, да, людей зачастую, вот, тут как-то можно так характеризовать ватт-конституцию, вот, и, ну, вообще, с родителями не очень подходит, вот, не подходит, если, если, если они живут во влажном климате и теплом, типа Индии, да, то это возможно, вот, но если, там, в средней полосе России, там, в то же самое, может быть, в Калифорнии или в Европе, то сроедение не подходит, сроедение может в терапевтических целях подойти в атаконституции, в летний жаркий период, и то ненадолго, особенно, если человек путешествует, если человек подвержен стрессу, если человек не очень, там, занимается саморазвитием, там, познанием себя и так далее, то это не подходит. В вате нужно кашку конкретно, и даже не полосыроедческую, а нормальную кашу, потому что, на самом деле, зернобобовые в процессе термической обработки, они раскрывают свою энергетику, и биологические вещества, они намного лучше усваиваются, особенно ватоконституциям, вот, при термической обработке. Если бы, например, человек съел, особенно ватоконституции, или ватопитоконституции, пророщенные какие-то зернобобовые, особенно неподготовленные, да, у него организм не очищен, просто вот он решил попробовать, то это намного меньше усвоится, и, скорее всего, вообще не усвоится, чем обычная каша, даже на, там, натопленном масле и так далее. Ну, ватам я не рекомендую с сыроедением. А есть еще какие-то специальные, ну, может быть, проблемы со здоровьем, да, при которых все-таки сыроедение надо очень аккуратно и только под руководством специалиста к этому переходить? Ну, проблемы с желудком, да, связанные с нарушением, вот именно нарушением, ну, долго человек не германично питался, да, вот, он ел, там, джанкфуд и так далее, и у него проблемы вот именно с желудком, нарушен обмен, там, кишечного сока, желудочного сока и так далее, у него, там, клинический гастрит или язвенная болезнь, желудка, двенадцатиперстной кишки, здесь нужно быть очень осторожным, вот, это точно. Потом, по всем признакам увеличения ватоконституции, да, у человека, ну, затруднения с пищеварением. Жень, слушай, ну, смотри, вот, если мы с тобой, как люди, которые аюрведу хоть как-то изучали, да, ну, это я уж про себя так хоть как-то, да, потому что я, чем больше аюрведу изучаю, тем понимаешь, что я меньше знаю. И, в общем-то, в восьмидесяти процентов случаев мы сталкиваемся, если мы, к нам приходят пациент, да, тем, что ватоконституция выведена из состояния равновесия, то есть фактически, особенно люди, которые живут в городах, да, то есть мы с тобой счастливые люди, мы, в общем, смогли изменить свою жизнь так, чтобы не жить в крупных городах, да, где-то все-таки ближе к природе, а люди, которые живут в городах, вот у нас сейчас люди слушают из Москвы, и у них, безусловно, вата выведена, то есть вообще, вот какой такой метод, чтобы все-таки, потому что, в принципе, я даже вот сейчас вот подумала о своей практике, и понимаю, что ко мне всегда приходит, то есть очень часто приходит большинство людей, и у них все равно вата из равновесия выведена, и вату легче всего вывести из равновесия, поэтому, то есть нам что надо сначала, что первично, мы сначала гармонизируем вату, мы сначала приводим, опять же, болезни ЖКТ, да, в современном мире, мы, вот, если мы говорим не о людях, которые сосредоточены на здоровом питании, то, в общем, гастрит, ну, я не знаю, у каждого второго просто железно, да, наблюдая. Я заговорила гастрит в период обострения, знаешь, ну, на среднем питании. Но, смотри, так как ты мне задала вопрос о питании, то есть я стараюсь говорить о питании, но если человек ко мне приходит с вата выведена из равновесия, ну, я вообще на самом деле закрыла практики и чисто рекомендации по питанию, потому что, ну, что у нас первично, это сознание, мы начинаем гармонизировать вату с гармонизацией сознания, да, а человеку важно заниматься йогой эстетической в это время, именно эстетическая йога, не динамическая йога, может быть, даже если хатха-йога, то у нас эстетическая. Человеку нужно практиковать медитацию, человеку нужно как минимум шесть часов в неделю находиться на природе шесть часов как бы одним... Ну, одним разом, да? Одним разом, да, как по-русски. Вот, например, в субботу, особенно в день Сатурна, да, потому что Сатурн, как правило, способствует выведению из равновесия ваты, очень важно вот именно быть в уединённом месте на природе, если человек может быть один, то это лучше, если он может медитировать или хотя бы просто созерцать. Вот, человеку очень важно знать свои подсознательные программы, через которых, ну, из-за которых, да, выведены из равновесия вата, свои привязанности, стрессовые ситуации и так далее. То есть важно, ну, начинать с знания, вот, и потом понимаете, понимаешь, у нас же первично же пищеварение психоэмоциональное, когда оно дисбалансировано, тогда у нас приходит в дисбалансировку и физическое пищеварение. Сначала нужно начать с пищеварения, а потом уже идёт питание, потом уже, даже когда человек угомонится, да, вот это вот, вот это вот сумасшествие людей из большого города, тогда у него потребности в питании возникнут в любви. Вот, представляешь, человек вот был стресс, сюда, а потом резко с понедельника начал заниматься йогой эстетической, быть на природе, больше созерцать, медитировать, наблюдать, да, свои реакции, наблюдать ситуации и так далее. И уже к концу недели его потянет абсолютно на другое качество еды. Он ему захочется меньше кушать, ему захочется кушать более что-то натуральное и так далее, и так далее. Потребность организма изменится. Так, я бы так ответила. Спасибо большое, да, но я с тобой согласна совершенно. И возвращаясь к нашему вопросу, да, все-таки, то есть, еще какие-то есть проблемы или заболевания, которые могут послужить причиной не начала сыроедения, да, или, ну, такого более щадящего какого-то режима, кроме заболеваний, там, ЖКТ и выведены в АТО из состояния равновесия? Какие-то, какие-то заболевания, ну, ну, вообще, в принципе, вот гармоничное сыроедение даже в период острых заболеваний, там, вплоть до раковых заболеваний, вплоть до шизофрении, каких-то таких моментов, это очень полезно. Только, понимаешь, такой момент, насколько человек готов к этому? Если человек не, там, в области сознания не готов, да, у него сознание на низкой вибрации, я не из-за суждения говорю, ну, просто у нас, ну, мы разные вообще, у нас разный опыт, разные родители, разная среда, ну, всё разное вообще. Если человек, ну, не готов открываться, да, для, ну, узнавать о своём подсознании, о своих, там, кармических задачах, если можно так сказать, если у него сознание ещё наполнено гневом, раздражением, обидами, претензиями ко Вселенной и так далее, ну, не всегда сыроедение может сразу же подойти. Если только он начинает с физического уровня с питания, ну, хотя бы просто избавиться от белого сахара, от рафинированных продуктов и так далее, просто есть, ну, более простую пищу. Это на самом деле очень-очень может поменять и сознание, и на физическом уровне очистить. У меня один есть друг, он хороший преподаватель йоги, и в течение уже 20 лет он делает ретриты для людей очень тяжёлых вообще. Там, шизофрения 20-летняя, раковые заболевания. И знаешь, что он делает? Он убирает из рациона людей белый сахар. Вот и всё. То есть, то вообще от сыроедения даже речи не может быть. Просто человек питается более чисто, и всё вообще идёт правильно. Человек избавляется от каких-то вообще от параличей, от шизофрении, от раковых заболеваний. Вот при мне люди, вот ученики, вот новые в школе, вот йоги, в которые я тоже попадаю, вот такие были очень хорошие результаты. То есть, если подытожить, да, что я сказала, не всегда людям сыроедение подходит, которые просто физиологически для этого не готовы, очень сильно зашлакованы. Никогда не подходит. Нужно потихоньку к этому. Может быть, даже не первый, не второй, не третий месяц, даже не через полгода. Просто перейти на более простое питание. Ну, то есть, как можно меньше использовать готовых продуктов, как можно меньше использовать так называемый junk food, да, для американцев это понятное определение. И просто, ну, то есть, простая совершенно такая одна-двухкомпонентная еда с использованием каких-то простых специй. Я правильно понимаю, да? Ну, прежде всего избавиться от белого сахара, потому что, если мы избавляемся от белого сахара, мы просто освобождаем организм от потенциальных, ну, наверное, 50 болезней, которые максимально распространены, особенно в западном мире. избавиться от мяса, ну, да, но у нас не тема, да, мясоедение вегетарианство, ну, я просто так вкратце скажу, что этот продукт наиболее токсичен и усваивается в 20-50 раз сложнее, чем любой сложно усваиваемый растительного происхождения продукт, да, избавиться от рафинированных продуктов, таких как мука белая, потом белый рис, вот, потому что эти продукты абсолютно не усваиваются, они изначально являются токсичным метаболитом, то есть токсином, да, который не воспринимается организмом как биологическое активное вещество и откладывается в виде токсинов, которые впоследствии способствуют развитию болезней, вот, вот, просто избавиться от, ну, от токсичных продуктов, вот и все, и в течение, там, двух-трех месяцев человек уже на этом уровне может здорово очиститься, вот, а потом уже он делает для себя выбор, идет более чистой еды, но этому также должно способствовать уже очистению сознания, потому что сознание это привитие. Я с тобой совершенно согласна, и опять же, если даже не говорить о вегетарианстве, я просто чаще людям, даже те, которые мясоеды, я советую гораздо меньше мяса употреблять, просто в силу того, что современная индустрия производства мясного, да, она настолько не экологичная, что это просто уже само по себе опасно со здоровьем, у меня такой есть аргумент, вы лично знали это мясо, да, которое, когда оно было обегало, и вы знаете, что оно ело, и чем оно было, так сказать, питалось, поэтому, если вы уверены в этом мясе, тогда вы его можете съесть, а если вы не уверены, то, в общем, это все равно, что съесть, вот, ну, не знаю, пилюлю там с ядом, это, в общем, адекватно этому, даже если вы не придерживаетесь этических соображений питания с точки зрения употребления мяса или, ну, там, вегетарианец, да, ну, вот хотя бы просто об этом подумайте, вот, одно дело, когда я говорю, что вы уверены в этом продукте, а когда вы не уверены, но, тем не менее, мы с тобой вот обсуждали предварительно в нашей с тобой беседе, что сыроеды все равно болеют, да, вот, и в чем причины, то есть, я уже понимаю, что, ну, во-первых, конечно же, сознание, да, но, тем не менее, вот люди вроде, они и сознание подготовили, и все, и вот у них там проходит год, там, два или сколько-то, а потом вдруг раз, и начинаются проблемы, потому что даже если мы посмотрим в интернете, то интернет-форумы пестрят такими случаями, не все здоровы, и не у всех все очень хорошо складывается, в чем причина? Это точно, да, сыроеды болеют, и проблемы начинаются на втором году после сыроедения, сыроеды болеют, и у них возвращаются те же потенциальные, как бы, заболевания, которые у них были до перехода на сыроедение, вокруг меня очень много таких людей, и, и на самом деле, так интересно, все так, там, пять лет назад, четыре года, ринулись в сыроедение, и даже, как бы, прародители нашего сыроедения сейчас уже все даже вплоть до, там, до несоедения сейчас дошли, и многие, там, есть одна личность среди русскоязычных, все ее знают, эту женщину, вот, не буду говорить имя, она уже и после сыроедения, и уже и мясо ест, и уже рекомендуется всем другое, ну, я задалась в какой-то момент, несколько месяцев назад, ну, почему так происходит, почему идет этот пад, почему проблемы на физиологическом уровне возникают, почему сырая еда перестает усваиваться вообще, а почему, почему, ну, первая причина, ну, вот, в основном, те люди, которые, которым конкретно сыроедение стало не подходить, это вата конституционная, то есть, я тут на примере, таком практическом, поняла, что ватам, ну, не подходит сыроедение, это прежде всего, и на физиологическом уровне, и на психологическом, вот, чтобы вот, упаковывать вот этот вот, дисбаланс ваты, очень важно, такая, замасленная, такая, теплая еда, вот, чтобы гармонизировать эту конституцию, и на том, и на физическом уровне, и второй момент, опять же, сырая еда, она должна быть, ну, не сырая, а живая еда, она, как я изначально сказала, должна быть живой, действительно, воистину нужно чувствовать свое тело, очень часто эти люди, у которых идет вот этот откат сыроедения, они придерживаются вот таких очень четких, жестких норм, правил вот сыроедения, что только сырая еда, только веганская еда, и так далее, и так далее, и вот уже вот эта вот интуиция, да, которую изначально мы развивали посредством сыроедения, она блокируется, и понимание еды и этого здорового образа жизни становится догматичным. Мы же сами знаем, когда Юпитер ретроградный, если в сторону ретроградного Юпитера идёт сознание, то это приводит к большим проблемам. Ретроградный Юпитер у нас символизирует догматичность каких-то верований, правилах, когда сознание блокируется, и тело тоже блокируется. И пищеварение уже не воспринимает эту еду. И зачастую чисто стопроцентное сыроедение не подходит именно к человеку, который ведёт активный образ жизни, который живёт в городе, который, может быть, даже и развивается в области сознания. То есть очень часто вибрации сознания не соответствуют вибрации той чистой еды, которую человек питается. И вот в этот промежуток между низкими вибрациями, которые периодически мы сцепливаем, которые мы схватываем, даже я живу в деревне, и очень часто я чувствую, что мне сырая еда не усвоится, мне нужно что-то более приваренное. Потому что сейчас мне это нужно. Моему телу необходима более грубая энергия, чем тонкая энергия вот этой чистой фрукторианской еды, которая мне очень нравится. Ну, человек живёт в городе, человек стресс получает, у человека очень физическая загруженность, у человека очень много забот, и в тот момент его сознание не соответствует очень тонким и возвышенным вибрациям фрукторианской или стрельческой еды. И вот в этот промежуток входит этот дисбаланс, который впоследствии может перерасти в более какую-то серьёзную проблему, болезнь и так далее, и так далее. И очень часто среды, которых я встречала, они начинают через 2-3 года заболевать теми же заболеваниями, от которых они хотели излечить. Вот такой парадокс возникли. Поэтому очень важно не забывать о том, что прежде всего важно гигиена сознания, и важно психоэмоциональное пищеварение. Это прежде всего. Очень часто те люди, которые переходят на чистое питание, они уделяют должного внимания именно гигиене сознания. И еда должна прежде всего соответствовать гигиене сознания. Вот именно уровню вибраций, который мы в данный момент изучаем. Если мы находимся в горах, в медитативном состоянии, мы всех простили на данный уровень, мы чисты. Нам вообще даже есть не хочется, и это абсолютно естественно. Мы питаемся напрямик от сточника, от солнца, от раны. Когда мы в городе, у нас стресс, но не всегда это прежде всего на данный момент подходит. И мы можем заболеть. А как ты относишься к практике голодания? Вот мне очень интересно, насколько вообще у тебя с ней дружишь, не дружишь? Потому что я знаю, что сейчас, опять же, очень это популярное такое направление среди любителей здорового образа жизни. есть, потому что вот я даже в одном сообществе состою, где люди по много дней голодают, и я очень всегда пристально слежу за тем, что там с ними происходит. Очень интересное сообщество. Люди делятся своими эмоциями, именно психоэмоциональным состоянием, что они чувствуют. То есть не просто там, я там пятый день на воде, да, вот какие у меня процессы идут в организме, какое у меня настроение, потому что мне лично эта информация тоже очень полезна, и как практику, и для меня лично, потому что я вижу, что происходит. И вот как ты к этому относишься? Ой, я лично голодаю. Я лично голодаю, но я абсолютно не всем это рекомендую. Важно, чтобы, на мой взгляд, чтобы цель голодания была не физическая. Это очень важно. Потому что на каком-то этапе, если ты хочешь только очистить организм, ну, а голодание, ну, это может, ну, можно есть абсолютно там. Мы просто очень, намного, намного, наверное, серьёзнее относимся к этому питанию, чем нужно к нему относиться, да, и голодание, и то, и сё, и мне нужно это, и это. Ну, вот не обязательно вот именно в целях очищения организма нам нужно голодание. В целях очищения сознания, да, когда мы идём, вот идёт, например, этап вот сейчас в коридор, да, затмения, или у нас убывающая луна, и мы чувствуем, да, вот у нас обострилась какая-то подсознательная программа, мы хотим очень простить, да, кого-то, или у нас, ну, вот поднимается что-то, и вот мы чувствуем, что нужно с этим работать. И вот в таком ключе голодание очень подходит. Ты молишься или ты прощаешь, ну, у кого какая практика, кто в какой школе духовной принадлежит, или просто психологически, это не важно. Когда проходишь свою подсознательную программу, очищаешься, да, в этом случае голодание очень хорошо подходит. На какой-то момент, на третий, на четвёртый день вот такого голодания, да, осознанного, вот, в какой-то системе это может быть даже голодание как бы только там, не полное голодание, на соках ты сидишь, или там каких-то там, помар веганян опять же поддойешь. Вот. Но обязательно нужно, чтобы сопутствовала вот такая психологическая, духовная практика. Тогда на третьем, на четвёртом дне организм абсолютно умиротворяется, никаких вообще стрессовых ситуаций, каких-то вибраций, связанных с нехваткой еды, вообще нет, ну, действительно нет. Я вот такое голодание практикую, ну, уже года 3-4, я обожаю эти состояния, а я голодаю, там, наверное, два раза в год, 10-12 дней, мне очень нравится. Вот в такой момент можно уехать в горы или там куда-то в безлюдное место, очень соответственно, где много праны, тогда вот действительно можно восстановиться и обрести здоровье такое очень глубокое, вот именно с казуального уровня, с самого тонкого уровня до физического. А в какие периоды времени, допустим, вот ты практикуешь голодание, да, вот именно у тебя это как-то связано, вот ты сказала, два раза в год ты голодаешь, это как-то связано с временем, с года, с какими-то твоими личными ритмами, или это просто вот чувствуешь потребность, да, и себе организуешь такой процесс? Ну, как правило, я чувствую потребность в один и тот же период. И я потом как-то поняла, да, и как-то уже какую-то методику, да, выработала. Первый период — это весна, когда погода становится теплой, когда это легко, да, сделать. И когда, естественно, у меня еще и питок, институция, ну, многим людям меньше хочется кушать. Это может быть с ума, это может быть начало июня и так далее. Вот. И второй период — это осень, это октябрь. Октябрь, если ты знаешь, особенно в ведической культуре, почти что во всех духовных культурах это очень такой духовный месяц, да, когда идет вот именно обострение подсознательных программ. Октябрь и начало ноября, когда карма рода обостряется, какие-то родовые, какие-то блоки, все это очень обостряется очень часто. Вот. И в этот период, особенно вот когда идет обострение психоэмоциональное, важно вот так почувствовать. Какие еще есть практики очищения, которые, ну, не всем подходят голодание, не все могут это сразу? Я тоже, опять же, вот из группы, в которой я состою, я вот почерпнула, знаешь, сведения, что кто-то, как ты уже сказала, кто-то может на воде голодать, кто-то даже практикует сухое голодание, есть люди, которые это делают на зеленых коктейлях или на соках. Ну, вот, скажем, с точки зрения в Аюрведе, это время весна как раз, и октябрь-ноябрь, это тоже самое лучшее время для очищения, для проведения процедур панчекармы, например. Вот, это самый-самый идеальный период. Вот, что еще можно порекомендовать? Вот, ты уже упомянула методику Марвы Аганян, может быть, еще какие-то, ты как специалист по питанию и специалист по психологии питания. Я думаю, что у тебя в арсенале масса техник, да? Да, да, да. Что предложить своему клиенту? Да, очень-очень-очень много, и на самом деле, ну, все очень индивидуально, но вообще в общем, мне очень нравится, вот, это действительно на опыте больше, чем 5 лет, по некоторым, там, практику у меня опыт больше 10 лет, я очень рекомендую, особенно в зимний период, особенно когда человеку еще хочется эмоционально почиститься, это рисовая диета, макробиотическая диета, она, вот, мне до сыроедения, и даже иногда сейчас она мне даже подходит, вот, я такая пита сильная, в принципе, сыроеда изначально, но иногда даже вот мне она подходит, особенно в зимний период или в холодный период, а вата конституция даже и летом подходит. Это обязательно, чтобы нужен круглый рис, круглый цельный рис, басмати или какой-то другой, он уже не подходит, потому что у него тонкие вибрации совсем другие. Вот именно круглый цельный рис, он способствует очищению тонкого и грубого тела. Вот, но грубого тела, начиная с тонкого, в ней очень много энергии янь, духовной энергии, она очень обостряет сознание и интуицию. Если вот именно гармонично сидеть на этой диете, если, ну, человек, ну, выбрал, да, время для диеты, опять же, не нужно сильно работать, не нужно быть подверженным стрессом, нужно подготовить время, вот, психоэмоционально к этой диете, не нужно куда-то бегать, потому что если вот ты в стрессе, да, в каком-то, или у тебя работа очень активная, то лучше не голодать. Вот, если человек подготовил такую, ну, такой период для себя, там, трёх-четырёх дней достаточно, от трёх-четырёх до десяти дней можно посидеть на этой рисовой диете. Вот на этом круглом цельном рисе можно туда добавлять водоросли, обогащать микроэлементами, минералами, также можно пить какие-то чаи травяные, вот именно согревающие, если особенно это вата-конституция, это кафа-конституция, семья можно пить, можно какие-то, ну, вот горячительные чаи, можно имбирь добавлять и так далее. Вот, и она очень очищает. Там на третий-четвертый день обостряется зрение, обостряется интуиция, осознанность увеличивается, можно даже не медитировать, осознанность постоянно осознанность. Это, ну, потрясающая практика. Вот, также, несмотря на то, что это вареная еда, она также, эта диета является антипаразитарной. Я не знаю, по какой причине. Может, потому что по причине того, что физиологически это необъяснимо. Это вареная еда, по идее рис он окисляет и так далее, и так далее. Но я к биохимии, то есть я для биохимии уделяю все-таки не 100% своей практике, потому что есть тонкий момент, который абсолютно не биохимичен, да. Вот, но этот рис, он, это рис духовный японских самураев. Вот, я об этой диете узнала от твоего коллеги, который лечит очень тяжело больных. Вот эта диета, и результаты потрясающие. Я такую диету практикую уже 5 лет. Мне очень нравится. Сейчас немного меньше, потому что у меня нет в этом потребности. Многие люди, вот моя мама, например, она, у нее очень сильная такая, резко выраженная вата-конституция. Ей очень нравится. Вот, она уже несколько лет такое практикует. Ну, и много, конечно, людей вокруг меня. Вот, особенно во Франции. Она очень такая, в своих руках знаменитая. Вот такая. Потом можно просто облегчаться, вот именно не фруктовыми, а овощными соками, потому что они биологически активны, они очень сильно очищают тонкий план. Вот, 3-4 дня достаточно. А что еще можно? И просто какая-то монодиета. Она тоже очень хорошо подходит. Ну, в июрведе есть такое монодиета, как на кичере, да, или, например, супчик из дала сваренный тоже очень хорошо очищает, если, особенно если есть лишний вес, без кичери, потому что все-таки там крупа зерномобовая, зерно добавляется, да, рис, или можно какую-то другую крупу использовать. Сейчас такие современные течения, да, можно не только рис, например, нас даже учили вот скину варить кичери, а можно сделать, ну, суп такой типа дала, да, из мунгдала, из таких бобов. Ну, в таком случае можно еще и на гречке посидеть, это неплохо, вот, если ее замочить на ночь, и, ну, тем, кому нужно, утром чуть-чуть приварить. Вот, это тоже неплохо, она очень, она очень хорошо подходит как для ваты, так и для кафо-конституции, особенно для кафо-конституции. Хорошо подходит, она хорошо усваивается, это не зернобобовая, она больше по биохимическим качествам ближе к овощам, да, ее можно употреблять вечером также. Она примерно, ну, кинуа тоже примерно такого же происхождения, вот, не зернобобового, да, если будет. Вот, это тоже все неплохо, вот, вот, но вот по моему опыту, если говорить о вареной еде, то вот такой рис, он вообще просто будет варить, на самом деле. Там вплоть до, знаешь, у меня были случаи, когда человек там занимался кучей времени йогой, и на третий день после риса он в лотос резко сел. Что-то вообще такое, ну, то есть очищаются суставы, то есть гибкость увеличивает, то что-то прям в ходе такого, потому что, ну, вот, я сейчас очень часто рекомендую, вот, в определенных случаях, вот, у меня такое деление. Замечательно. А скажи, пожалуйста, вот, как ты относишься, сейчас в Америке очень популярная такая практика, intermittent fasting, это называется прерывистое голодание, да, это когда ты входишь в состояние поста, да, или неприема пищи, пытаюсь подобрать правильное русское слово, когда ты, ну, там, допустим, 16 часов не ешь, да, или там 20 часов, то есть это не в целом голодание, да, это не такой... Разгрузочные дни, да? Разгрузочные дни, типа вот. Это даже не разгрузочные дни, это именно, что ты входишь в режим питания, допустим, то есть вот, если мы делим сутки на 24 часа, то есть там 12 часов, допустим, через 6 часов питания, да, то есть мы там, допустим, два раза в день питаемся только, через равные промежутки времени и какой-то даже промежуток, ну, то есть продолжительный период, или там, не знаю, ну, да, как разгрузочный день, допустим, 24 часа мы не голодаем, то есть вот такой вот прерывистый пост. Как у тебя в такой практике есть, ты вообще знаешь об этой методике, что там? Ну, конкретно я вот про это услышала в первый раз от тебя, но вот я пытаюсь как-то объяснить, может быть, я не до конца поняла, но если как в смысле разгрузочный день, раз в неделю мы не едим, сидим на воде или на каких-то сроках, ну, это, конечно, здорово, и всем так нужно делать, вот, я думаю. Опять же, второй момент, всё-таки важно, чтобы организм питался примерно в одно и то же время, ну, опять же, мы это прекрасно знаем по аюрведе, да, когда солнце, извините, у нас утром, потом, когда идёт период питы вечером, вот, но не позже, вот какие-то такие, это очень тоже важно, чтобы расстояние между рационами еды было сбалансировано, чтобы хватило времени на усвоение продуктов, и так далее, это тоже очень важно, вот, но, опять же, это всё нюансы, и знаешь, вот эти вот новые диеты, их очень-очень много, я не знаю вообще огромной необходимости в этом, нам нужна система, когда у нас мы, ну, как бы, немножко отдалены от интуиции тела, тогда нужны какие-то обязательно системы, новые, вот ещё есть какая-то диета, такая-то, я не знаю, я как-то к этому очень статистически отношусь, в консультациях я всё-таки стараюсь, чтобы человек начинал вот именно с тонкого уровня, и в какой-то очень короткий период, два-три месяца перешёл уже на интуитивное питание, и уже не зависело ни от чего, вот у меня такое было. Ну, вот раз уж прозвучало это определение, интуитивное питание, да, вот мне, я всё, ко всем своим знакомым и людям, которые я интервьюирую именно по питанию, я всегда задаю вопрос, а вот что это такое всё-таки интуитивное питание? Ну, когда ты чувствуешь, что это не твоё... Ты чувствуешь, что это не интуитивное питание, нет, даже пусть он сыроедчаткий. Вот у меня, например, я знаю, что у меня иногда очень возникает большая потребность в сладком, причём я понимаю, что... Я вообще люблю сладкое, просто люблю, я к этому, у меня прям вот это процесс, и не потому что я там хочу что-то заесть, я вот уже, ну, как человек достаточно давно, занимающийся каким-то своим духовным развитием, я могу отследить проблемы, когда я хочу что-то заесть, потому что я нервничаю, или у меня сознание такое, сейчас вот что-то какие-то вещи мне нужно заграундиться, да. Я вот, например, люблю сладкое, и сладкое это вообще с точки зрения аюрведы, это сатвичный вкус, это самый такой полезный, да, который нам приносит радость, счастье. Вот почему мы заедаем сладким? Именно потому что счастье приходит. Так что же такое интуитивное питание? Понятно, что не тортики каждый день есть. Ну, иногда тортик, это очень здорово. Вот у меня пример моей одной знакомой, у которой как раз-таки подсознательная программа была, она себе ничего не могла позволить. Она сидела на очень таком здоровом питании, очень много было эмоций, и в один момент она себе позволила. Пошла, поехала во Францию, купила в самом эксклюзивном месте, конечно, там был рафинированный сахар, этого всего объелась, и вообще через час у неё там просто морщины исчезли, какие-то мешки под глазами, она помолодела, и вообще такое удовлетворение получила. И на самом деле просто осуществлялось сознание. Интуитивное питание — это когда оно соответствует тонким вибрациям нашего сознания, и вот в основном тонким вибрациям нашего сознания. Так как физические вибрации не соответствуют вибрациям нашего сознания в данный момент времени, в данных обстоятельствах. Вот я что делаю, когда я хочу кушать? Очень часто, вот я чувствую, организм хочет кушать, но вот то, что находится в холодильнике, вроде ничего не хочется. Я начинаю делать такую медитацию, беру вот какой-то продукт, я его прикладываю в медитации, вот берёшь, не берёшь, берёшь, не берёшь. И что-то вот он берёт, что-то вот он хочет. Вот как-то вот так я себя спрашиваю. Или просто идёт вот эта потребность, что в чём-то вот такая вот тонкая. А нет такого вот как-то вожделения вот именно на языке потребность, вот срочно что-то вот это вот хочется, если я это съем, я по-моему, что удовлетворения нет. Такое абсолютно спокойное состояние, необходимость вот именно восполниться чем-то. Нежелание вожделенное, что здесь есть, именно восполниться. И в спокойном состоянии сознания такое состояние приходит всегда, когда есть голода. Организм точно знает, что ему нужно точно. В этом вообще нет сомнений. Я на одном семинаре по питанию слушала такое мнение, что всегда нужно себе позволять пробовать новые вкусы именно для того, чтобы развить в себе вот эту интуицию питания. Потому что иногда какие-то продукты, я сейчас крамольную вещь, наверное, для тебя скажу, вот устрица, например, вдруг захотела устрицу, если её пробовать. Да, но возможно, что тебе не хватает там белка, вот именно животного белка, какого-то протеина, который тебя, то есть это не в качестве деликатеса какого-то супер там, а именно потому что ты, ну что-то там тебе нужно, какой-то процесс провести внутри себя. И вот я слышала мнение, что нужно обязательно пробовать, даже если вам это не понравилось, но ваше тело, оно запомнит. И в тот момент, когда будет какая-то необходимость в этом продукте, оно вам напомнит, и вы будете знать. То есть нельзя отказываться именно от постоянной развития именно в области питания. То есть нужно пробовать себя, конечно, и какие-то фрукты, овощи новые, если это есть возможность. Ты тоже такого мнения придерживаешься, да? Да, я такого мнения, да, я, ну как, лично я не употребляю продукты живого, животного происхождения, но очень часто, ну на самом деле устрицы, я сама живу во Франции, в устричной стране, в своё время... Просто я бы сказала про устрицы. Да-да-да, я их очень хорошо кушала, вот, но в какой-то период перестала, и как-то на устрицы не тянет. Но иногда, знаешь, у меня возникает, например, потребность там в жилке, вот, в курином, ну я абсолютно, даже физиологическим признаком, я понимаю, почему вот возникает в этом потребность. Тогда я у организма спрашиваю, дорогой, а может быть, как-то мы можем это желание чем-то другим заменить? То, что ты понимаешь там, вот. И очень часто организм отвечает, то есть каким-то заменителем, да, вот возникает вот это интуитивное желание чего-то другого. А иногда нет, вот. И поэтому очень часто мне люди говорят, вот хочется вот этого вот. Я говорю, ну, вот если какой-то вы день ходите, два ходите, да, а у вас такие принципы догматические, что вот всё, я вот вообще вегетарианец или веганец, ну, это тогда необходимо. Очень часто, очень часто сознание требует каких-то продуктов для того, чтобы уйти вот именно от экстремальных вот этих вот догматических каких-то норм, да, вот именно в сторону любви, в сторону, как сказать, в срединном пути. Очень часто, когда у нас много запретов, да, особенно в питании, мы очень часто уходим вот эту вот жёсткость, как вот в психологии восточной договорится уход в духовность. Вот. Очень часто, чтобы сгармонизировать сознание, да, вот эти вот процессы и психоэмоциональные, и физиологические. Нужно чем-то вот как-то, что-то такое съесть, что для тебя было вообще просто нонс, чтобы просто вот уйти в этот уровень любви, вот этой гармонии. И надеюсь, что слушатели меня поняли, и ты меня поняла. Да, я с тобой совершенно согласна, потому что я даже не... Мне кажется, вообще это очень важно, вот именно срединный путь, когда ты не придерживаешься какого-то экстремизма во всём, и в спорте, и в питании, и в отношении к здоровью, да. Почему, допустим, те же самые профессиональные спортсмены, они, например, глубоко больные люди, именно потому что они практикуют очень экстремальные нагрузки, экстремальные питания, и, в общем, всё это неблагополучно сказывается на здоровье. И именно срединный путь, когда мы постепенно, да, входим во что-то, невозможно, опять же, вот как ты правильно сказала, невозможно, даже многие люди, которые много лет практикуют йогу, не могут сесть в лотос, это всё происходит постепенно. И здесь, конечно, очень важно именно придерживаться... Ну, кстати, питы, они очень увлекаются, я знаю, что они любят как раз экстремальные методы, вот люди с питом, особенно с питом сознанием, да, вот они очень такие строго следуют каким-то указаниям, и всё, вот как с этим бороться? У тебя есть какая-то отличная рекомендация? Тут ещё в карте часто у человека ретроградный Юпитер сильный или Сатурн, либо сильный, либо ретроградный, очень часто такое... Ну, это у каждого третьего человека такие тенденции возникают, да? Но нужно дать, вот именно немножко уйти в сторону эмоций, да, и позволить себе. Вот, это действительно, понимаешь, у человека очень часто вот из-за этих принципов просто уходит удовлетворение и наслаждение жизнью, вот. И, ну, просто сознание находится в огромном напряжении, это вызывает дисбаланс психоэмоциональный, вот это вот пищеварение психоэмоционального на психологическом уровне, а потом и на физическом, вот. И даже, может, это суперправильная диета быть, ну, из-за неё можно так заболеть вообще, из-за неё даже умереть можно, на самом деле, я таких людей встречала. Вот. Нужно себе просто позволять, важно позволять, особенно если это женщина. Ну, вот, день Венеры, пошла, оторвалась, вот, набрала себе пирожных с подружками, почирикала, очень хорошо. А вот для мужчин там, ну, что-то другое, вот. Опять же, ну, те же самые торты, ну, что всегда нравилось, какой-то вкус детства, там, какие-то вареники, я не знаю, я их просто обожаю, например. Вот, я, я вегетарианка и сыроед, вот, уже долгое время, ну, когда ко мне приезжает мама и готовит вареники, я их ем в огромном количестве, и потом у меня вообще никаких проблем не возникает. Потому что это любовь. Да, ну, в айрвиде, в ведической культуре самый главный принцип приготовления пищи, это пища должна быть приготовлена с любовью. Это очень важно. И вот у нас уже скоро время заканчивается, я просто не могу оставить стороной этот вопрос. Ты живешь в такой стране, где существует культура питья вина, да, и вот люди, французы, они с таким гурманством относятся, да, к вину. То есть это не просто, скажем, желание там напиться, да, удовлетворить какие-то свои низменные потребности, а это именно вкусовое познание, да, это искусство, в общем, и выращивание винограда, и вообще сама культура. И я тоже здесь живу в Калифорнии, рядом с нами замечательная долина Напа, и мне туда просто иногда нравится ездить с точки зрения вот именно эстетики и красоты, вот эти виноградники, смотреть на них, это очень медитативно. Я хотела задать вопрос о вине, вот как ты считаешь, это насколько, не, я понимаю, что с точки зрения, там, ну, каких-то духовных ценностей, да, алкоголь это очень вредно, но тем не менее, вот как ты с французами вообще работаешь? Уже им доказать, что вино пить нельзя, что это вообще такое? А на самом деле очень легко, потому что французы, вот французы, они знают о куринии, никто, ну, сильно алкоголь тут вообще не пьет. Вот, во-первых, еще, ну, как, годами сложенная вот эта вот физиология, которая, ну, я чувствую, что вино, особенно, вот таких эксклюзивных таких сортов, оно, кстати, с отличное. У меня, например, много людей пьют вино, начиная, стоимость которого, начиная от 1000 евро, и это средние французы. Они пьют его очень редко, и в таком небольшом количестве это действительно не вино-шедевр, вот, и обычное вино, которое продается в магазинах, которое разбавлено, с концентратами, сильно никто его не пьет, оно очень часто идет на экскурс. Вот, поэтому я знаю, что много людей, которые занимаются глубокой духовной практикой, вот, и следуют питанию такому правильному, которые употребляют такое вино. Вот, лично я не пробовала, но я планирую когда-нибудь попробовать, потому что, ну, говорят, что это просто сказка. Поэтому я к этому вот именно вот в таком контексте, в таком ракурсе нормально отношусь. Это культура, это история, этому люди посвящают жизнь, когда вот сталкиваешься с людьми, которые выращивают вино, это глубоко сатвичные люди, они очень отдающие, они поколениями живут на солнце в этих потрясающих замках, они как за детьми ухаживают, за своими виноградниками, и они делают там в год несколько сотен бутылок вина, вот, их продают в руки, руки в руки, да, вот так вот из рук в руки, абсолютно нету никакой индустрии для коллекционеров и так далее. Это совсем другой уровень, вот. Я не хочу сказать, что это чистое сатвое, это будет, конечно, мукавство, но мы живем и в материальном тоже мире. Вот, я бы ответила так. Хорошо, я хочу сказать. Интересно, это очень-очень такой опыт, я думаю, что многие кальфорнийцы тоже порадуются такому мнению, потому что здесь тоже существует культура вина, она, конечно, немножко отличается от французской, но, тем не менее, здесь я знаю, что очень многие люди к этому относятся очень трепетно, и действительно там очень красиво, ты когда приезжаешь, вот в Винной долине, там такое эстетическое удовольствие получаешь, невероятная красота. Жень, ну, рецепт... Ну, у меня есть ли коллекционеров вина вообще, и это такая культура. Ну, да, но они там, да, они не алкоголики, слава богу. Жень, ну, рецепт какой-нибудь, какой-нибудь из новых, из каких-нибудь, вот, поделись, пожалуйста, в завершении программы что-нибудь такое суперклассное, что ты изобрела летом, или, может быть, практиковала, что любила этим летом. Я знаю, что ты все время в творческом процессе, у тебя потрясающе абсолютно... Как ты представляешь свои рецепты, это высокое искусство, недаром ты живешь во Франции, это вообще от кольтюр, да, так можно назвать. Простите, мой французский. Ну, все-таки какой-нибудь рецепт нам расскажешь. Я как-то не подготовилась, но вот из последних, что я для себя открыла, это зеленый коктейль салоэвера. Для... Но вообще в любое время для питок конституции потрясающая вещь. Детоксицирует, вот, восстанавливает превратительные процессы. Просто добавляет кусочек алоэвера в зеленые коктейли. Вот. Вообще очень, очень-очень хорошая вещь. Вот. То есть это просто кусочек алоэ, вот, который у нас там рос на подоконниках, да, вот, зелененького такого? Можно алоэ вера, можно лекарственные алоэ, ну, в зависимости от вашего блендера. Если блендер мощный, то можно полностью. Если не очень мощный, то можно корочку очистить, и вот именно гель вот этот положить. Но самое главное, чтобы это был гель алоэ вера, не который куплен, там, даже в каких-то органических магазинах, а вот ты его сорвал, положил, а вообще столько вообще незаменимых и очень редких витаминов, минеральных веществ. Вкус у него очень такой хороший, он добавляет интересную текстуру в зеленом коктейлях. Можно его добавлять как в овощные, так и в фруктовые, так и в зеленые, так и, ну, вот просто вот вообще в любые какие-то мешинки, да, в супы можно добавлять в пюре, а вот, ну, опять же, не термической обработки. Это очень хороший такой обогатитель. Так что, вот, жил, все тут пришло мне в голову. Спасибо большое. Я хочу сказать, что, Женечка, спасибо, очень было с тобой приятно разговаривать, общаться всегда это очень интересно, всегда разговор живой, невероятно, я вижу, как ты развиваешься, изменяешься, и это всегда вносит такую невероятно новую и свежую нотку в беседу. Я хочу напомнить, что с нами была сегодня Евгения Федяева, специалист по питанию, психологии питания, повар-сыроед, преподаватель йоги и медитации Евгения Федяева из Франции, да, и если вы хотите, вы можете получить консультацию Жене, я думаю, что она тоже нашей русскоязычной публике не откажет, если вы к ней обратитесь, вот, и я надеюсь, Женю еще пригласить в другой свой проект Путь йоги, она мне обещала рассказать именно, потому что она очень интересной формой йоги занимается, вот, но это обязательно ждите, следите за нашими анонсами, и с вами была Анастасия Хрущинская и Евгения Федяева в программе Женская гостиная на радио Сангейт, слушайте нас по четвергам в 11 часов по времени Чикаго, в 9 часов утра по времени Сан-Франциско и в 19 по Москве. Женя, у тебя сколько времени было? У меня 6 вечера, еще и 6 вечера по Парижу. По Парижу, да. Спасибо вам, дорогие друзья, оставайтесь с нами, до новых встреч, Жень, пока, спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok